Ребят, я знаю, у меня может быть немного уставший вид. Это всё потому, что всю ночь я играл в Cyberpunk ради вас. Итак, у нас есть вот такая версия игры для PlayStation 4, и сегодня мы бы хотели поговорить с вами о всех её сильных и слабых моментах. И мы надеемся, что вы готовы к честному разговору. Дисковое издание игры продаётся по стандартной цене, но при этом получилось довольно расширенным. Поставляется в дополнительном картонном рукаве, в который помимо коробки с диском вложили много бонусных вещей. Вот такие три симпатичных открытки увеличенного размера. Сможете поздравить близких на новогодние праздники. Карта игрового мира. Стандартная вещь. Не знаем, если честно, что про неё сказать особенного. И набор из пяти наклеек небольшого размера. Наклеечки симпатичные с глянцевым налётом. И вот, по нашему мнению, самая прикольная вещь в наборе. Краткий справочник по местному миру. Ознакомившись с ним и войдя в игру, вы сразу же будете понимать, что же происходит вокруг и какого хрена все такие странные какие-то. А вот в самой игре для этих целей вам бы пришлось все первые часов пять по крупицам вылавливать информацию из разных источников. Так что да, очень полезная вещь. Кстати, по слухам, такая комплектация будет лишь в первой партии дисков, а вот дальше покупатели ждут лишь стандартное издание. И знаете, у нас такое впечатление, что перед нами таким образом за что-то извиняются. И кажется, есть за что. В общем, игра запущена. Сейчас мы с вами находимся на одной из центральных улиц. И вы сами можете увидеть, что здесь происходит. А происходит здесь, да, собственно, ничего особенного. Во-первых, как видите, здесь очень мало людей на этой центральной улице, которая, я напомню, находится в мегаполисе перенаселённом. Во-вторых, когда люди появляются, выглядят они не очень хорошо. Вообще, вся картинка – это одно сплошное размытие. Нам размывают как передний фон, так и задний. И мы постоянно находимся вот в таком вот, простите, мыле. Да, вы, несомненно, уже наслышанная проблема киберпанк на консолях прошлого поколения. Но, возможно, вы всё-таки не до конца осознаёте масштабы происходящего. В общем, я наконец-то понял, с чем можно сравнить картинку из киберпанк. Короче говоря, когда-то у меня был Xbox 360, и нет, это ещё не конец истории. И вот когда-то на той старой приставке я решил записать видосики картой видеозахвата, которая параллельно урезала изображение ещё ровно в два раза. Да, вот теперь это конец истории. То есть, да, конечно, мы сейчас говорим о консолях прошлого поколения и о игре будущего, и для будущих поколений. Но нам всё-таки не кажется, что это должны быть проблемы геймеров. У всех остальных разработчиков почему-то получается, и в том числе в случаях с играми, которые выходят и туда, и туда. И вообще странно, как Sony, которая весьма тщательно контролирует качество игр, допустили киберпанк в таком исполнении к релизу. Тут не ты решаешь, что можно, а что нельзя. Скажи заплатить два раза, заплатишь два раза. На ПК, как вы знаете, ситуация лучше, а вот владельцам PlayStation 4 и Xbox One можно лишь посоветовать занять выжидательную позицию и надеяться, что когда-нибудь вскоре выйдет очередной массивный патч, который сможет исправить всю эту действительно странную ситуацию. Что самое обидное, игра из того, что мы успели увидеть, действительно классная. Хороший дизайн, сцен, интересный сюжет, но больше всего в киберпанк поражают все эти люди с имплантами. Основные персонажи, даже NPC, которые, возможно, мелькнут перед вами, всего на пару секунд рискуют остаться в вашей голове очень надолго. Да и в целом сеттинг проработан очень и очень круто. Уже часов через 8 прохождения вы начинаете разбираться о всех группировках, иерархии и вообще в том, как устроен этот мир. Вы начинаете жить в нем. Но жить, конечно, хочется так, чтобы было не только интересно, но и комфортно. Каждый день сюда приезжает по 100 человек. Правда, через год от них остается только половина. И это если год был хороший. Кто-то считает киберпанк аферой столетия, а кто-то считает вполне себе адекватным нормальным продуктом. И вообще, вам что, сложно RTX 3090 купить? Каких-то несчастных 70 тысяч гривен. Но истина, как обычно, где-то посередине. Но мы обещаем держать вам руку на пульсе и сразу же сообщить, если произойдут какие-нибудь кардинальные изменения. Также не забывайте, что у нас в продаже есть не только сама игра, но и официальный мерч по мотивам киберпанк. И вот он вас, в отличие от игры, не подведет никогда.